Доброго дня всем и здравствуйте! Меня зовут Василь Михайлышин, я координатор проекта и научный сотрудник фонда Конрада Агенаура в Украине. И мы будем начинать наши события по ситуации в Беларуси в связи с коронавирусом и выбором. Идея вообще поговорить о различных странах, которые под влиянием коронавируса еще и проводят выборы, в которых происходят какие-то изменения в политической системе, болезнь изъявления и так далее. Это событие проводится фондом Конрада Агенаура вместе с информационным центром Майдан Мониторинг как подготовительное событие до Харьковского форума по безопасности, который в той или иной форме пройдет в ноябре или декабре этого года, который проходил уже два года подряд, конечно, в оффлайн формате до того, как был коронавирус. Как нам всем известно, 9 августа в Беларуси запланированы президентские выборы и эти выборы имеют шанс стать, возможно, одним из самых конкурентных за всю историю Беларуси. И поговорим мы об этом с нашим экспертом, с исполнителем-директором iSense. Это организация, которая занимается изучением стратегических вызовов, гибридных угроз, медиа и всего, что связано с Беларусью. Я приветствую Влад Кобец, я приветствую вас на нашем семинаре и небольшое вступление по ситуации в Беларуси. Вообще у нас будет три основных блока. Первый – это о коронавирусе и влиянии коронавируса на сегодняшнюю ситуацию. Второе – собственно о выборах. И третье – о влиянии, возможном влиянии этих выборов на внешнюю политику Беларуси. И, конечно, здесь поговорим в этом контексте и об Украине, о России, Евросоюзе и так далее. По коронавирусу Беларусь, наверное, была одна из немногих стран, где власть отрицала опасность коронавируса. Лукашенко заявлял, что лучшие лекарства от коронавируса – это водка, сауна и трактор, то есть работа в поле. А сегодня он вообще заявил, что в Минске коронавирус победили и скоро победят его вообще в целом по Беларуси. Сейчас, по состоянию на сегодня, 63 тысячи подтвержденных случаев в Беларуси коронавируса и почти 500 человек погибли во время эпидемии. Поэтому у меня будет первый вопрос к нашему эксперту, к Владу. Почему власть в Беларуси отрицает эпидемию и почему именно такое отношение к этой ситуации сейчас в Беларуси, даже в отличие от России, Украины и других восточноевропейских или постсоветских стран? Спасибо, Василь. Добрый день. Я очень рад, что мы сегодня можем, имеем возможность, благодаря Конраду Данауру, поговорить о ситуации в Беларуси. И да, конечно, одной из самых волнующих тем в Беларуси в последние месяцы является ситуация с COVID-19. Почему белорусские власти избрали такую тактику борьбы с вирусом в преддверии выборов? Здесь, мне кажется, мы имеем дело с двумя факторами. Первое, это, конечно, кто-то придумал такой маркетинговый ход, имидж непобедимого лидера и имидж президента, который презрительно относится к таким вещам. На самом деле, возможно, это также связано с недостаточной информированностью ближайшего окружения Александра Григорьевича о коронавирусах и сравнении его с некими другими пандемиями, которые мир уже переживал. Много говорилось о том, что мы живем в единственное время, и именно поэтому этому вирусу уделяется так много внимания. С другой стороны, экономический фактор, и из того, что мы слышали, из того, что мы получали информацию, конечно, недостаточно было ресурсов у Беларуси, как считалось, противостоять так сильно, так вести карантинные меры. По нашему мнению, конечно, это все немного не так. Требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения не выполнялись регулярно. И тот, кто посчитал, что такой ход придаст образу Александра Лукашенко больше симпатии, он ошибся. То, что произошло, это шок общества от незащищенности, от того, что государство не исполняло своих конституционных, по сути, обязанностей, которые в качестве гарантии людям на жизнь. И рейтинг начал падать. Понятно, что в Беларуси запрещены независимые социологические исследования, есть даже статья в административном кодексе, наказующая за это. А тем не менее, есть информация Академии наук в Беларуси, официальная информация за март, где рейтинг едва превышает в Минске 23%. И это самое начало эпидемии. То, что происходило потом, ввиду той риторики, которая была избрана, как уже, Василий, вы сказали, про высмеивание с телевизора официального вируса, вируса, трактор, водка, сауна. Это все, конечно, такие нарративы, которыми пытались показать, насколько власть не боится. Но люди видели другую картину. В регионах особенно люди видели переполненные госпитали, люди видели недостаточность оснащения больниц, госпиталей оборудованием. И здесь произошла самоорганизация общества. Появилась, наверное, самая мощная за всю историю независимой Беларуси гражданская компания «Байковид-19». Это люди, которые объединились в интернете, объединились в сеть, которая занялась тем, чем, собственно говоря, должно было заниматься государством. Это сбором средств, покупкой за рубежом медицинского оборудования, термометров, пульсометров, специальной одежды для врачей и доставки этого в Беларусь. И хочу здесь отметить, что это происходило при поддержке дипломатов белорусских в разных странах и при понимании чиновников среднего, даже высокого звена важности этого. Тем не менее, эта компания удостоилась оскорбительных высказываний со страниц официальных газет белорусских. И сегодня ее руководитель, ее координатор Андрей Стрижак вынужден покинуть Беларусь два дня назад, и сегодня он находится за границей. Мы смотрим на официальные данные, которые сегодня Беларусь занимает 27-ое место, по официальным данным, находилась на 23-м, но доверие к этим цифрам, конечно, очень-очень низкое. В марте месяц наш эксперт Андрей Елисеев, руководитель нашей мониторинговой группы Айсенса составил на основе британской математической модели прогноз для Беларуси. И по этому прогнозу эту цифру, ну, как мы говорим, можно смело умножать, наверное, на 10. Опять же, нету точных данных, и никто не может утвердительно сказать, сколько именно болеет людей. Но мы знаем, мы слышим от наших белорусских коллег из Беларуси, что такая практика используется в больницах, использовалась в это время, когда просто не фиксировали, не заносили статистику умершего от коронавируса, если он при этом болел еще пневмонией, например. То есть фиксировалась смерть от пневмонии, а не от коронавируса. И общая позиция властей, выраженная словами самого Александра Григорьевича Лукашенко, была в том, что умирают те, кто уже болеет чем-то, умирают слабые. И вот здесь произошел еще один психологический слом. Оскорбление людей, тем более известных людей, пожилых людей, умерших от этой болезни, ввиду того, что использовались такие слова, что люди полные, много ели, еще не следил за жизнью как можно. Для их родственников и для их друзей это было оскорбление. И вот здесь власть, конечно, не учла этот момент. И мы увидели потом эффект этого всего. То есть в данном случае пандемия сыграла роль такого катализатора общественного возмущения. И это выразилось затем в длинных очередях, чтобы поставить подпись за альтернативных кандидатов. Компания избирательная, которая еще до марта не предполагала каких-либо чудес, каких-либо сюрпризов, все, без исключения, практически эксперты прогнозировали скучную компанию а-ля 2015 год. Без каких-либо изменений. И вдруг мы увидели совершенно другую картину новых людей. И мы вернемся к этой теме в следующем нашем блоке. Но здесь я хочу подчеркнуть, что впервые белорусское общество показало, как оно может самоорганизоваться в очень короткое время. И этот эмоциональный подъем, когда люди помогали друг другу, рискуя, перевозили через границу медицинские товары, в которых так нуждались в госпитале. И люди собрали огромное количество денег в интернете. Так диаспора белорусская по всему миру этим занималась. И я хочу сказать, что такой пример, он еще раз показывает, что в Белоруссии на самом деле выросло новое поколение. Поколение, которое родилось в независимой стране. Поколение, которое чувствует себя гражданами своей страны. Ответственность. Не испугались, не разбежались, самоорганизовались и помогли. Мы видели эти письма в благодарности от руководителей разных лечебных учреждений. Мы знаем этот объем помощи, который пошел впервые. Я не знаю, нет такого прецедента еще у нас, когда ЮНИСЕФ, например, в Минске заключило партнерское соглашение с неформальной фактически организацией Байковид-19. И в том, чтобы через их склады, через их систему, помощь, международная помощь приходила в Беларусь. Не только через структуру Минздрава. Спасибо, Влад. Я еще раз хочу сказать, что вы можете писать вопросы в чате. Вопросы, те, которые вы писали в формах регистрации, они будут заданы. На мой день я просто говорю, что это вопрос от публики. Сейчас мой второй вопрос будет, а сделали ли власть сейчас какие-то выводы из своей первоначальной неправильной реакции, реакции, которая не принесла власти популярность? Изменилось ли что-то сейчас? Ну, власть ведь не признает, что она сделала ошибку. Так, политика, риторика власти остается прежней. Когда мы говорим власти, мы имеем в виду, конечно, в первую очередь первое лицо страны, так и руководство Беларуси. Не признается, конечно, ошибка. Наоборот, подчеркивается, что все сделано правильно, что мы вот не ввели карантин. И если посмотреть, что сегодня открываются границы внутри Евросоюза, и люди и товары начинают свободно двигаться, то есть мы говорим опять об экономике. Если причиной невведения жестких мер власти называли именно опасение за то, что экономика этого не выдержит, то в немножко более долгой перспективе мы видим, что сейчас границы закрыты для движения людей и товаров, многих, не всех, конечно, и неизвестно, когда граница с Беларусью откроется. Но риторика, она выдерживается, что у нас пошло на спад. Не бьются, не бились цифры с математической моделью. До какого-то момента цифры более-менее коррелировали. Но в этот момент еще наблюдался сезонный рост пневмонии, и власти заявляли, это еще был март, что вот сейчас мы достигнем пика, и, как всегда, пойдет на спад. Оно не пошло на спад. Продолжится рост, потому что дело было не в пневмонии, конечно, а в коронавирусе. И сегодня это та же самая риторика, что мы были правы, что сейчас уже у нас не 900 с чем-то, не 1000 заболевших, а 200 с чем-то. Но если мы посмотрим, сравним с Украиной, на каком месте Украина сегодня находится, например, в этом рейтинге мировом, при том, что население Беларуси – это 9,5 миллиона человек, официально зарегистрированных, так реально в стране живет, с учетом миграции, миграции белорусов, наверное, еще меньше, то показатели, конечно, очень высокие. Мы обошли практически все, наверное, почти все страны Европы, уж точно все страны региона нашего, где мы находимся. И я могу, поскольку наш главной офис находится в Польше, я могу просто сделать, сравнить с тем, как пандемия протекала в Польше, и что делали польские власти, и то, что мы наблюдали в Беларуси. Это, конечно, две разные совершенно истории и два разных результата. Поэтому я думаю, что не изменится, оценка не будет изменена этой властью, естественно, признавать свои ошибки мы не умеем, не хотим. Мы победили немцев, мы победим и коронавирус. То есть такие ассоциации абсолютно неуместные, они используются. 9 мая был парад, об этом мы тоже говорили. Мы уверены, что если бы меры, достаточные меры были предприняты в самом начале пандемии, то к 9 мая Александр Григорьевич мог бы спокойно провести парад, не вызывая шока у соседей. Но в этой ситуации нельзя также не отметить то, что коронавирус также стал инструментом в руках кремлевских стратегов в их задачах углубленной интеграции. Это не та история, когда мы получали справедливую критику. Наш мониторинг, который мы проводим постоянно, он фиксировал абсолютно удивительные вещи, каким образом манипулировалась тема мониторинга российская сеть влияния, российские медиа, созданная для того, чтобы атаковать нас токсичным нарративом, так и дезинформацией, уже с другой целью. Это уже следующий наш блок о том, каким образом эта тема стала еще одним инструментом, еще одним орудием в руках российских акторов. Спасибо, Влад. Так как пока вопросов у нас нет, мы так плавно перейдем на второй блок выборы. И опять небольшое вступление о том, что сейчас на белорусских выборах есть по крайней мере три оппозиционных кандидата, которые будут рассматриваться как серьезные конкуренты Александру Лукашенко. Во-первых, это Валерий Цепкало, один из создателей и первый директор Белорусского парка высоких технологий и бывший посол Беларуси в Соединенных Штатах Америки. Это Светлана Тихановская, это жена известного блогера белорусского Сергея Тихановского, который вел канал «Страна для жизни» и критически отзывался о различных сферах жизни в Беларуси. И Виктор Бабарык, председатель правления бывший уже Белгазпромбанк. Двое из этих кандидатов, вообще, конечно, должен был быть Сергей Тихановский как кандидат, но так как он сейчас пребывает в тюрьме, по сути, как и Виктор Бабарык, он тоже задержан. Это показывает, какой уже сейчас репрессивный механизм задействует белорусская власть для того, чтобы как-то не дать этим кандидатам, собственно, быть кандидатами. Валерий Цеккало уже на данный момент Центральный комитет по выборам в Беларуси признала, что меньше он собрал подписи, чем необходимо. И сейчас идет регистрация кандидатов, и это тоже большой открытый вопрос. Будут ли другие кандидаты зарегистрированы, смогут ли они принимать участие в выборах. Поэтому мой вопрос такой, почему, кроме коронавируса, если принимать другие факторы, почему именно сейчас, почему именно в 2020 году внезапно появились оппозиционные кандидаты, внезапно появилась такая активность людей по собиранию подписей, нитинги, протесты. Почему эти выборы имеют шанс стать самими конкурентами, по сути, в истории современной Беларуси? Да, это очень важный, интересный момент и период жизни, который переживает на Беларусь. Во-первых, я бы хотел уточнить, мы не называем их оппозиционные кандидаты, это альтернативные кандидаты. В этом один из, одна из интриг этих выборов, что на самом деле та классическая оппозиция, к которой мы привыкли, которая всегда участвовала в выборах, являлась, всегда являлась основным соперником действующей власти. То есть кандидат оппозиции всегда противостоял власти на выборах. Это мы помним и по выборам 2001 года, так и гончарики. Наиболее ярко – это 2006 год, когда Александр Меленкевич был избран на Конгрессе демократических сил и стал кандидатом от широкой оппозиции на тех выборах. Это и 2010 год, когда хоть и не было единого кандидата, но все те лидеры, которые шли на выборы, они представляли собой известные политические партии, либо движения. Впервые этот политический ландшафт изменился радикально. То есть того, той картинки, того политического ландшафта, к которому мы все привыкли, его больше не существует. В преддверии выборов, как я уже сказал, которые предполагались, будут ляло текущими и повторяющими 15 год, оппозиция, классическая оппозиция провела так называемые «праймерис». Они заявили, что будут выбирать единого кандидата, и эти «праймерис» с треском провалились. Единый кандидат не появился, лидеры оппозиции не вызывали у людей какого-либо большого интереса. Более того, в условиях коронавируса, фактически, они, продолжив свои кампании по «праймерис», они фактически делали то же самое, что белорусская власть, игнорируя коронавирус. И этим тоже не заслужили очков у белорусских избирателей. Как я уже сказал, по моему мнению, коронавирус тут стал таким катализатором. Точнее, не сам коронавирус, а то отношение власти, как оно проявилось к людям. И в этот момент на сцену вышли новые игроки. По разным причинам. Это тема отдельного разговора, мотивация, например, Бабарико, мотивация Цепкало выйти на политическую арену. При этом ни Цепкало, ни Бабарико никогда не ассоциировались с оппозицией или с оппонентами власти. Бабарико возглавлял Белгазпромбанк, который является 99% собственности, это российская. И он белорусский гражданин, конечно, он белорус, и очень много сделал действительно на своем посту для финансирования культурных белорусских проектов. Это и в том числе возвращение картин известных выходцев из Беларуси в Беларусь. И он принял это для себя решение участвовать в этих выборах, чем предопределил судьбу, поскольку мы привыкли и знаем к тому, что Александр Лукашенко не терпит такой конкуренции. Так, если классическая оппозиция уже за долгие годы, будучи вне системы, и устав от постоянного битья по голове, она для него не представляла, не представляет никакой серьезной угрозы, то такие яркие личности, они стали для людей чем-то новым. Причем настолько, что реакция людей на появление новых фигур, она была, ну, вы видели, взрывообразной, эти очереди огромные. Сколько бы ни говорили, сколько бы ни говорили представители, ну, в данном случае Александр Лукашенко, сколько бы ни говорили о том, что там использовались какие-то технологии, и людей там куда-то подвозили, ну, все видели во многих городах длиннющие очереди, это включение совершенно разных городов одновременно, и таких городов, районных центров, где никогда никто не помнит какой-либо активности. То есть наступил момент усталости общества от всего того, что происходит. И если в 15-й год, я скажу, что после атаки России на Украину, после агрессии России в Украине, это было большое, ну, общество находилось в шоке, что такое, в принципе, возможно, и война не где-то там в Ливии или в Афганистане, война, вот она, у соседа, у братского, близкого нам народа, где очень сильно переплетены семьи, и это огромное число дончан, которые приехали в Беларусь. Люди были в шоке. Никто не хотел повторения чего-то такого у нас, поэтому политическая активность тогда, она умерла. И 15-й год выборы, выборы, это были выборы без выбора, были представлены спарринг-партнеры, подконтрольные кандидаты власти, и никто, никто, никто даже не задумывался о каких-то протестах, о чем-нибудь. Все очень боялись, что произойдет повторение украинского сценария в его худшем проявлении. Так, реакция России на это. То сегодня, по прошествии, во-первых, такого времени уже, и, во-вторых, все-таки общество за последние два года смогло рассмотреть эти угрозы, которые несет с собой кремлевская политика. И до начала коронавируса, я скажу, это была абсолютная уверенность, что да, нам надо пройти этот период сложный, мы уже видим, что делает Россия, которая называлась долгие годы союзником, и какие ее цели. Это было изложено в наших основных двух докладах Айсенса, это принуждение к интеграции, и особенно второе, возрождение империи. Когда сегодня мы слушаем выступление лидера российского Путина и изменения в Конституцию, то фактически это все было описано в том докладе, который вышел еще в прошлом году, и который описал, наши аналитики описали эти действия, развернув их в будущее, как в отношении Беларуси, и так в отношении к Украине. На этом какой-то консенсус в обществе был. И, честно сказать, в элитах был спрос, он еще остается, я не могу сказать, что это уже закрытая страница, была уверенность в необходимости транзита. Транзита власти. Понятно, что 26 власти Лукашенко – это уже очень много. И мир, который турбулентен, мир, который в нашем регионе такой небезопасный, мир, где соседи находятся в состоянии войны, атакованные, он предполагает более широкого консенсуса и выхода из ситуации, поскольку если политические вопросы, может, кто-то считает, можно было решить, завинтив гайки, то завинтить гайки в экономике невозможно. Россия использовала и использует энергетический шантаж, и здесь, слава богу, пришло понимание необходимости диверсификации поставок энергоносителей и, собственно говоря, вообще экономики. И ожидание этого транзита, оно было очень высоко. Еще раз подчеркиваю, вышло на сцену новое поколение. Молодые люди, которые были детьми, школьниками, на прошлых выборах, на позапрошлых, они получили избирательное право. Эти люди почувствовали себя гражданами, и мы видели их массово сейчас в этих очередях за подписями, они стремились высказать свое мнение журналистам в эфир, это все было хорошо видно. И эти люди себя чувствуют, конечно, гражданами независимого европейского государства, понимая, в чем отличие, например, сегодняшнего режима в Беларуси от тех условий, которые имеются в свободных странах, демократически. Поэтому, возвращаясь к кандидатам, я бы сказал, что, конечно, ключевыми фигурами, ключевыми игроками в компании стали Сергей Тихановский. Это не политик, это блогер, который вышел на политическую арену совершенно неожиданно. И, что удивительно, он сумел сыграть в резонанс именно с тем электоратом, до которого никто, никогда, ни один политик белорусский не мог достучаться, имею в виду оппозиционный. Это именно электорат власти. Это эти люди в регионах, которые никогда не были ангажированы в политику. Но сегодня они столкнулись с проблемами экономического характера, ввиду ситуации с коронавирусом, потерю рабочих мест. Многие, кто жил с торговлей за границей, потеряли эту возможность. Он сработал. И его убрали из когорты кандидатов именно для того, чтобы он был непредсказуем абсолютно. Он нес в себе угрозу этой власти. И решение заменить его на Светлану, на супругу, это было единственное возможное в этой ситуации для Тихановских. Еще ждем этапа регистрации. То есть 5-го числа только началась процедура регистрации кандидатов. Мы посмотрим, кто дойдет до 14-го числа, до объявления Центризберкома зарегистрированных кандидатов. Обращу внимание на такие удивительные вещи, как то, что число сданных подписей рядом кандидатов оказалось менее того, которое было озвучено Центризберкомом, как принятые. То есть целые кандидаты, как Анна Конопадская или Асоя Черещень, они сдали и декларировали, что сдали чуть более 100 тысяч подписей. Конопадская заявляла, что сдала 110 тысяч. Черещень особенно, который не отрицал, что он сдал 100 с небольшим тысяч подписей, вдруг у них оказалось по 143-146 тысяч. Если сложить математически, то, в принципе, это получается то, что отняли Бабарики, который сдал 367 тысяч подписей, и у него из них зачли только 165. При необходимом, для тех, кто не знает наших законов, наших правил, претендент кандидата в президенты должен сдать, точнее члены его инициативной группы должны сдать в региональной комиссии более 100 тысяч подписей. После проверки, которую проводят члены этих комиссий, должно остаться не менее 100 тысяч. При этом, если в какой-то комиссии более 15% проверяемых подписей признаются недействительными, после повторной проверки, то все подписи, сданные в этой комиссии, признаются недействительными. То есть, таким образом, у того же Цепкала Бабарики срезали в крупных городах сразу по 40 тысяч подписей. Тем не менее, Бабарыка проходит по подписям, хотя понятно, что для действующей власти такое число сданных подписей – это уже угроза. Если мы вспомним выборы 2010 года, например, то в конце концов комиссия назначала кандидатам от оппозиции уже при подсчете голосов именно те цифры, которые совпадали с данными подписями. То есть, создавалось впечатление, что все, кто поддерживает этого кандидата, они все и подписались, а больше никто. Сегодня штаб Бабарики, ну, сегодня после сбора, подведя итоги, штаб Бабарики задекларировал, что собрано более 400 тысяч подписей. Также мы знаем, что в день, когда был Бабарик арестован, он был арестован именно по пути в одну из комиссий, куда он вез собранные подписи. И в итоге не смогли сдать они по их заявлениям все подписи, было сдано 367, для прохождения регистрации достаточно тех 165, которые были признаны. Естественно, что это попытка показать, что были сданы нечестные подписи, так, в большом количестве. Но, внимание, это не единственный барьер. Еще одним барьером является проверка декларации о доходах. И вот здесь есть такое мнение, осуждение, что Центр Сбирком может отказать в регистрации Бабарики на основании возбужденных уголовных дел, так что декларация не совпадает. Но это посмотрим. На самом деле решение принимает не Центр Сбирком. Возвращаясь к Черечню, кто не знает, это партия социал-демократическая громада, которой долгие годы руководил первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич. Какое-то время назад Станислав Шушкевич отошел с этой позиции. Партию возглавил Черечень. Сергей Черечень бывший коммунист, неофит в политике. И он заявил о своем желании идти на выборы. Насколько он реально собирается или собирался бороться за власть, это отдельный вопрос. Но то, что сегодня перед ним стоит дилемма, и об этом мы сегодня читаем в медиа. Ведь он знает и заявил, что он сдал намного меньшее количество подписей, чем ему насчитал Центр Сбирком. Здесь я вспоминаю события 2010 года, когда большинство кандидатов не собрало подписи. И эти кандидаты, они представляли оппозицию. Но им засчитали, набросили, что называется, эти цифры. И они это приняли. Здесь вопрос моральности политика, и человек, который называется оппозиционером, должен для себя принять решение, продолжать в такой ситуации гонку, приняв этот подарок от власти. Или идти дальше, тем самым создавая для власти ситуацию, в которой можно сказать, ну посмотрите, они ведь такие же, как и мы. Если нас объявляют в фальсификациях, почему они тогда соглашаются, когда это в их пользу. Это такая игра на понижение, как я считаю. Прямо к теме, сразу вопрос о Светлане Тихановской. Дарья спрашивает, Тихановская говорила о давлении на нее. Она все еще намерена или регистрировать кандидатуру? Я могу сказать, мое личное мнение, я с большим уважением смотрю на Светлану Тихановскую, абсолютно не зная лично ни ее мужа, ни ее лично, но так как она выносила эту компанию, на ее плечи все это так упало после ареста мужа. Это, на самом деле, мужественный человек, достойная жена, супруга. Ясно, что в этой ситуации лидером является Сергей Тихановский, так не она. Будет ли она зарегистрирована? Это вопрос, конечно же, который решается не, наверняка, не только в Центральной избирательной комиссии. Насколько она способна стать объединяющим лидером, тоже большой вопрос. И, как мы видим, убрали уже цепкау, так, с гонки. Если после проверки и декларации не будет зарегистрирован Бабарыка, то у нас в списке претендентов, в списке кандидатов фактически останутся спарринг-партнеры подконтрольные, по моему мнению, власти кандидата и Светлана Тихановская. Есть вопросы к тому, насколько в этой ситуации выборы вообще можно считать конкурентными. Поскольку, когда мы говорим о интриге и конкуренции, то с самого начала мы имели в виду самых рейтинговых альтернативных кандидатов, это Бабарыку, это Цепкало и Тихановскую. Тихановскую лице в образе его супруги. Нерегистрация этих лидеров, а Цепкало, как мы видим, уже, он заявил о том, что он будет оспаривать в суде. Я не знаю, видимо, его юристы этим занимаются. Шансов в белорусских судах, я думаю, у него немного. Нерегистрация Бабарики превратит эти выборы в такое очень странное действие. Здесь тоже стоит отметить, что белорусы уже проявляли свою солидарность, выходя на акции солидарности, эти цепи, которые выстраивались. Я хотел бы подчеркнуть абсолютно мирные акции. Люди демонстрируют свое нежелание идти на конфронтацию, нежелание провоцировать власть на какие-то действия. Об этом, кстати, заявляли и штабы кандидатов, и Бабарики и Цепкало, о том, что никто из них не рассматривал возможность, вероятность протеста. Но по ощущениям власть сама делала и продолжает делать все то, чтобы этот градус накалить. По Светлане, она уже сделала заявление о том, что, да, и давление, и что она рассматривает какие-то варианты. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Понятно, что еще раз в ней видят ее мужа, который продолжает находиться в СИЗО КГБ, которого обвинили уже, по-моему, в нарушении двух статей, там, помеха выборам и что-то такое. Конечно, это такие дела, которые у нас уже при необходимости во время акции, например, Тунеядцев, против Тунеядцев было возбуждено дело, известно, дело Белого легиона, которое рассыпалось сразу же после того, как перестало быть необходимо, потому что нужно обосновать чем-то репрессивные меры. И в той ситуации была придумана какая-то организация. Белый легион существовал в 90-х годах и давно уже не является никакой структурой. Только люди, которые, понятно, продолжают жить, работать и имели отношения, поддерживают между собой какие-то отношения. Была создана организованная преступная группа из них. Было заявлено нахождение оружия. И то, что заявлялось, оно предполагало какой-то громкий судебный процесс. Вдруг все это куда-то исчезло, никакого оружия не оказалось. Все оказались на свободе без суда. До суда дела не дошло. И очень вот эти дела напоминают именно дело Белого легиона. Что все это прекратит быть необходимым сразу после того, как исчезнет угроза для власти. То есть как только пройдут выборы, если они пройдут по сценарию, который предполагает власть. Вот сейчас как раз о сценариях мы и поговорим. Много людей спрашивали и в регистрационных форумах. И вот сейчас Роман Мороз спрашивает, как вы оцениваете возможность поражения Лукашенко на выборах. И условно вопрос, может ли быть так, что Центральная Комиссия по выборах объявит о поражении Лукашенко. Может ли быть второй тур, и если Лукашенко опять победит с большим результатом, может ли это привести к каким-то революционным последствиям? Здесь я бы сказал, что Лукашенко не может проиграть выборы, потому что нет выборов. Лукашенко может проиграть ситуацию. И вот проигрыш ситуации, он, конечно, чреват для власти. Я объясню, почему я так говорю. Потому что, конечно, все выборы в Беларуси после 1994 года были признаны недемократическими и сфальсифицированными. Были признаны международным сообществом. И при формировании комиссии в этом году, мы видим, ничего не изменилось. Те же самые люди, это уже как некая каста, когда приходит выбор, это те же самые люди, в основном назначаемые в комиссии. Назначаются они исполкомами, то есть местными органами исполнительной власти заявляться могут претенденты и через сбор подписей, и через трудовые коллективы. Но регистрируют их исполком, голосуя, и список он всегда предсказуем. Туда не попадают представители оппозиции, попадают где-то единичные какие-то незначительные комиссии. И понятно, что этот механизм, он отработан. Угрозой является только визуализация поражения. Это значит, когда бы люди массово проигнорировали голосование, и это было бы выражено еще в массовом присутствии на улице. Это могло быть выражено при регистрации сильного кандидата и мощной мобилизации людей для голосования с последующим непризнанием фальшого результата. Но здесь мы входим в такую очень тонкую, заходим на очень тонкий лед, потому что, как мы отмечаем в наших докладах, не только Беларусь участвует в этих выборах, так в этих выборах по уши участвует Москва, Кремль. И тут очень важно понимать, что нельзя все, что происходит в Беларуси, оправдать, объяснить действия Москвы. Если власть переходит в красную черту и, как мы видим сегодня, атакуются блогеры, идет атака именно на это молодое поколение, которое и желает защитить свою страну, то это уже нельзя объяснить никакими действиями Кремля, но, тем не менее, мы рассматриваем три сценария развития, три российских сценария развития ситуации в Беларуси. К сожалению, ни одного хорошего сценария для Беларуси, в настоящий момент мы не видим. Я потом объясню чуть позже, какой бы сценарий был лучшим, но если говорить о российских сценариях, о которых мы говорим, и это опубликовано, это первый сценарий, это простая легкая раскачка ситуации, здесь не надо никого поддерживать, российские медиа, надо только информировать о том, что происходит, поддерживать условно выбор белорусского народа, так и играть на то, что ситуация сама по себе придет к такой, что Лукашенко применит в этой ситуации некие репрессивные меры, чрезмерные, которые приведут к разрушению тех отношений с Западом, которые после отмены санкций Евросоюза сложились. И в этой ситуации понятно, что единственным союзником останется Москва, и тут надо только громче кричать о неумешательстве во внутренние дела союзного государства. Второй сценарий – это контролируемая серьезная раскачка ситуации. Она предполагает уже достаточно серьезное финансовое вливание в события. Здесь необходимы провокаторы, и мы уже видим, как вот эти сети, которые мы отмониторили и мониторим, уже сейчас начинают вбрасывать тему угрозы Майдана, повторения украинского Майдана в Беларуси, что приедут сюда сейчас бандеровцы, приедут боевики правого сектора, и этот градус, он уже нагнетается, поднимается, и думаю, что они в этом ключе могут продолжать действовать, тем самым еще и ударяя в Украину. Третий сценарий – это российский кандидат. Это самый такой радикальный сценарий, при котором ярко выраженный ставленник России участвует, Кремля участвует в выборах, поддерживается российской властью. При этом сценарии, конечно, необходима была бы уверенность в лояльности чиновников среднего звена, силовых структур по всей стране. И этот сценарий предполагает массовое выступление, поддержанное уже затем из Москвы, потому что столкновение приводит к неким необратимым последствиям. Люди обращаются, или лидеры этой улицы обращаются к Москве за помощью, Москва отвечает помощью, либо в этой ситуации власть может обратиться за помощью. Россия все равно, кто приведет ей на блюдечке с голубой каемочкой Беларусь. По нашему мнению, третий сценарий сейчас маловероятен, поскольку он предполагает то, чего Россия боится, поддержать открытое массовое выступление. То есть Майдан, российская власть не готова, поскольку боится такого же у себя. По нашему мнению, сегодня реализуется первый сценарий. Это такая легкая раскачка ситуации, при которой, конечно, российские акторы в Беларуси, они участвуют, они отслеживают эту ситуацию и будут совершать некие действия, которые провокативные, которые должны, по их мнению, по их расчетам, привести к жесткому ответу властей и, соответственно, разрыву отношений с Западом. Белорусский сценарий в этой ситуации, он есть только один. Только один сценарий может быть белорусским. Это транзит, это решение элит о прекращении игры на чужих, на чужой как бы авторитет, на чужие интересы, поскольку все три сценария, они для белоруса катастрофические. Власть, мне кажется, что даже назначил выборы на 9 августа, изначально речь шла о конце августа, так вот, в 30-м, власть хотела как можно скорее проскочить этот избирательный период и выйти уже в пост выборный. Это период, не предполагая каких-то здесь для себя осложнений. Появление ярких людей, реакции общества на отношения властей к коронавирусу, это изменило ситуацию. Это ошибки, совершенные самой властью, и затем уже реакция людей, это все изменило, и сегодня мы уже говорим о том, что будет в Беларуси 9 августа. Еще в начале марта об этом мало кто вообще думал. Все уже жили поствыборно, ну не все, но никто не смотрел на эти выборы как на точку такой бифуркации, на точку, когда может в стране что-то произойти. Сегодня в эту ситуацию будет инвестировать однозначно Кремль. В мягком сценарии ему даже не потребуется ничего особо делать. Вопрос в том, насколько белорусское общество сегодня само способно, уже доказав возможность самоорганизации, о которых я говорил, возможно взять под контроль эту ситуацию. И если ситуация доходит до такой, что Лукашенко близок к потере власти, здесь надо очень хорошо понимать, что где белорусский сценарий, а где он уже становится не белорусским. Да, и так плавно мы перешли к внешнему влиянию или внешнему актеру, который влияет или в какой-то мере присутствует в дискуссии во время этих выборов. И, наверное, начнем мы из Украины. Нас, конечно, это самое наибольшее интересует. В 2015 году украинский фактор и украинская команда активно разыгрывали, как вы говорили, о Майдане, о нестабильности. И сейчас также Россия поддевает эти настроения. Но если говорить о кандидатах и вообще о других программах, есть ли какие-то упоминания об Украине? Упоминается ли Украина как-то, кроме как Майдана, нестабильности и войны? Ну, я хотел бы отметить, что Украина и тема Украины не является такой топовой в этой белорусской компании. вообще внешние, внешние некие нарративы, они сейчас отошли на второй план. Если мы вспомним выборы 6-го, 1-го, 6-го, 10-го года, то это была очень четкая ориентация альтернативных кандидатов в оппозиции на европейский выбор в Беларуси. То есть это значит было четкое понимание, что Лукашенко идет в Беларусь к сближению с Россией, более того, к союзному государству и позиция лагеря демократических сил, которая заявляла о альтернативном варианте, альтернативном пути Беларуси в Евросоюз. Что касается Украины, то возможно в 15-м году это даже больше было именно ввиду еще близости к периоду, к 14-му году, к войне, к атаке России против Украины. Пропаганда использовала это по-своему. То есть тогда и в последующие годы, особенно Беларусь была открыта для российских медиа или для гибридных российских медиа. И белорусы находились просто под мощным давлением российской пропаганды, которая объясняла, что Крым российский, объясняла, что в Донбассе это гражданская война, что украинцы, ну можно перечислять, если взять эти мониторинги ежемесячные, которые мы, наша мониторинга группа ведет, здесь можно читать эти нарративы просто как сказку, про нацистский запад зарится на Беларусь и Россию, бандеровцы жарили детей на сковородках. Это все использовалось, это все, конечно, до какого-то момента ложилось на голову людей. Но в какой-то определенный момент, когда экономика уже стала показывать, что что-то не сходится, нету все тех же 500 обещанных долларов в месяц, что не приходит никакие с Украины бандеровцы. Какой-то джип, который якобы прорвал в 17-м году границу с оружием со стороны Украины, он где-то растворился, прошел границу и растворился, как и белая сидела белого легиона. Поэтому сегодня я хочу сказать, что белорусы настолько обеспокоены внутренней ситуацией, что внешний фактор, внешняя тема в этой компании, она практически сведена до минимума. Если до коронавируса очень мощно звучала и находила поддержку тема сохранения суверенитета и независимости перед лицом открывшейся угрозы, то сегодня, сохраняя приверженность этой независимости, мы не видим нигде на пикетах во время сбора подписей или при поисках выступления этих основных кандидатов, мы ведь не видим ни пророссийской риторики, мы не видим никаких георгиевских лент, колорадских, мы не видим призывов к тому, что надо идти туда или сюда. Даже тема евроинтеграции, она не звучит сегодня. Звучит тема именно белорусская. То есть первое, в первую очередь сегодня в Беларуси присутствует внутри белорусский контент, внутри белорусский нарратив. Это попытка белорусского гражданского общества переосмыслить себя и свое место в этой структуре республики Беларусь, в которой она находится. И впервые выглядит так, что это общество начинает себя ощущать, на себе ответственность. Эти люди, они ответственны. В этом плане, конечно, никакого враждебного отношения к Украине, я подчеркну этого, его нету. Есть остатки воздействия пропаганды, это можно отследить при опросах, которые все равно проводятся в Беларуси. То есть мы имеем возможность получать информацию не только в интернете. Понятно, информации недостаточно. То, что правда, это недостаточно информации в белорусском пространстве об Украине. С одной стороны, надо тоже отметить здесь, я очень согласен с позицией, которую высказал украинский эксперт Евгений Магда в интервью «Радио Свободе», что Беларусь очень сильно отличается от Украины. Надо понимать, что мы живем в своем контенте, так это больше, даже если вспомнить историю и даже временно Советского Союза, это все-таки ближе к Балтии, так, к балтийским странам и Польше. И вот в этом направлении, Запад-Восток, больше идет дискурса в Беларуси. Украина всегда была как семья, так, братский народ, очень похожие языки, мова, языки, но это разные совершенно страны и ожидание повторения украинского сценария, я имею в виду Майдана, оно беспочвенно. То есть белорусы не трансполируют на себя модели украинские, впрочем, как и все остальные. Надо понимать, что структура совершенно другая, так, если у нас было бы в парламенте системная позиция, если бы были телеканалы, так, открыто, если бы общество могло развиваться, как в странах, где выборы на самом деле есть, оно, может быть, было по-другому, и было бы по-другому точно, так. Я помню 90-е годы, когда еще был Верховный Совет, и мы знали десятки имен белорусских политиков. Сегодня, когда люди стояли в очередях за подписью, многие из них впервые услышали фамилии Бабарыка, Цепкала, там главное было за кого угодно, только не за одного. То есть люди шли и подписывались по очереди за всех. При этом, да, самыми яркими стали Бабарыка, Цепкала, Цепановский, но если бы, я скажу, может быть, такую вещь, если бы за год до выборов был арестован Бабарыка, я думаю, что мало бы кто в Беларуси вообще придал этому значение. Арестован еще один банкир. Но когда арестован уже претендент в кандидаты, который открыто заявил, находясь на такой позиции, уйдя с него в тот же день, вступив в компанию, это все изменило. В этой ситуации уже нет веры. Это две разные вещи, есть вина или нет вины. В этой ситуации люди не мыслят такими категориями. Очевидно, что арест связан с выборами, и они исходят из этого. То же самое не регистрация Цепкала. При этом вы спросили о платформах, и я хочу сказать, да, если бы мы вернулись в 2006 год, или 2001, или 2010, каждый кандидат, представляющий демократический опыт, демократический лагерь, представлял какую-то политическую силу, которая имеет свои программы. И эти программы очень ясны. Это от консерватизма до либерализма. Это интеграция в Евросоюз, либо в НАТО, либо нейтралитет. И можно было предположить, что будут делать эти политики, придя к власти. Сегодня предположить, что бы делал, например, Тихановский, Цепкала или Бабарыка, очень сложно, поскольку это не лидеры партии. Эти люди не выражают волю каких-то структур, но так получилось, что они стали выразителями мнения более широкого пласта общества, которое хочет перемен, изменений к лучшему. Все заявили о том, что не рассматривают вариант потери независимости страны, объединения с Россией. Все заявили о ценности независимости, все заявили о том, что здесь должна быть рыночная экономика и реформа. Все заявили о миролюбивости и дружественности с Украиной, со всеми соседями. Все говорили правильные слова во время начала кампании. Насколько эти слова отличаются от дел, можно было бы увидеть, победив, если бы эти люди пришли к власти, и, скорее всего, у них не будет такого шанса сейчас. Вот в этом есть главная такая цивилизм. Алена Лепнинова, я внижу вашу руку, но если будет удобно, напишите просто вопрос ваш, я его с удовольствием прочту. И еще один вопрос о Украине. По регистрационных формах нам пришел. Какие внутренние процессы в Украине могут рассматриваться как вызов для белорусской власти? То есть, не знаю, политические, экономические процессы. Что может рассматриваться как опасные, возможно, рискованные для сегодняшней белорусской власти? Я на самом деле не вижу таких рискованных шагов украинской власти, которые бы восприняли сегодня белорусские власти как угрозу, поскольку Украина очень четко определила свои приоритеты. Ничего неожиданного уже произойти в данный момент не может. Это европейский выбор, это выбор евроатлантической интеграции, это ставка на демократию, на борьбу с коррупцией, на реформы. Мне кажется, что для Беларуси очень... Я уверен, что для Беларуси в первую очередь Украина важна как серьезный, важный партнер, как дружественное государство, которое поддерживает белорусскую независимость. Нам очень важно в плане дегрессификации энергоносителей вот этот маршрут энергоресурсов через Украину в Беларусь. Балто-Черноморский коллектор его называли в 90-х годах, сейчас вернулись к этому вопросу, то есть экономический партнер Украины нам очень важный. В Беларуси была бы опасна дестабилизация в Украине, продолжение российской агрессии. Это было бы опасно для Беларуси, как и для Украины самой, так вот эти вот такие экзистенциональные моменты, они опасны. Для нас, конечно, также было бы опасно нерешение вопросов, которые сегодня украинская власть пытается решить, решает. Это борьба с коррупцией. То есть все, что идет сегодня на благо Украины, на благо ее росту экономическому, продвижению по тем направлениям, которые Украина выбрала для себя, это все соответствует интересам Беларуси сегодняшней. Это укрепляет беларускую независимость, и это дает нам и в торговом отношении, и в человеческом очень большие перспективы. Для гражданского общества это еще и перспектива увидеть себя самих в новой Беларуси после реформ. Не только та Украина, которую пропагандистские каналы российские представляют для беларусов, доносят до них эту токсичную информацию, искаженную, а иногда правдивую с фронта с боев, она просто выглядит страшно. Этого люди не хотят. А именно та информация, именно та позитивная информация, которая приводит реформы, которую мы, конечно, все желаем успеха в Беларуси для Украины. И потеря Украиной независимости, раздел расчленения Украины. То, что в последнем заявлении Путин обнулил фактически суверенитеты, заявив, что республики должны были бы уйти с тем, без подарков русского народа. Это, конечно, вызвало сразу уже ассоциации с Адольфом Гитлером, с тем, как Адольф возвращал себе исконные немецкие земли. Если говорить о том, что после Первой мировой войны распались все империи, и ни одна из них не предъявляет сегодня претензии к малым странам национальным, которые образовались на их месте, то Российская империя решила возродиться, то есть Владимир Путин решил ее возродить. И вот продолжение вот этой политики, успех этой политики — это угроза для Беларуси, потому что удар в Украину, удар по Грузии, по Молдове — это удар по Беларуси, поскольку мы абсолютно уверены, что Беларусь там также расписана в этом плане, расписана в виде, как он когда-то предложил шестью областями войти в Россию, в состав России. Это все на столе, это никуда не ушло. У них не получился Блицкриг в 2019 году, он был остановлен, в том числе наши блогеры, медиактивисты в этом поучаствовали, поскольку эта сеть была вовремя вскрыта, и она была, ну, не ликвидирована, конечно, но свои цели они не достигли. Быстро, быстро превратить и белорусов, доктринировав их русских, не удалось. Они перешли к более длительному сценарию, и вот эти изменения в Российской Конституции, эти заявления Путина о русских землях и подарках, это лишь подтверждение того, что мы имеем перед собой серьезного соперника, даже врага, который не стесняясь об этом заявляет, который использует риторику, которую уже, казалось бы, мы забыли, кто-то против Украины. И, соответственно, мы должны укреплять по всем возможным направлениям наши отношения в Беларуси и Украине, страны всего Балтии-Черноморского региона, это страны Балтии, это Польша, да, это Молдова, и в этом плане надо по-новому посмотреть также, я сейчас говорю больше о Беларуси, конечно, на возможности, которые дает такой инструмент, как восточное партнерство. Украина и Грузия, Молдова здесь продвинулись очень далеко, так далеко, что получили от этого бонусы в виде безвизового въезда для граждан и многие другие. Беларусь, к сожалению, здесь отстала, но мы сегодня слышим и заявление НИДа белорусского о том, что необходимо посмотреть по-новому на возможности. Я хочу сказать, что это именно то, что нам сегодня было бы нужно, это более тесно с Украиной и в рамках этого инструмента, и не только, и в двухсторонних отношениях усиливать взаимодействие и сотрудничество. Спасибо. Как я обещал, зачитывая вопрос от Алены Пиновой о транзите власти, почему все-таки Лукашенко не пошел на транзит власти, тем более, что был пример в Казахстане, например, и если транзит это единственный белорусский сценарий, как вы сказали, а все остальные российские, то есть ли акции солидарности во всей Беларуси за ее пределами часть этого российского сценария? Ну, конечно, нет. Здесь, как я сказал, здесь очень-очень четко надо разделять. Нельзя все объяснить и невозможно все объяснить поисками Москвы. Да, если ты совершил какой-то проступок в Беларуси, то это не значит, что в этот момент ты получил методичку из Кремля. Россия всегда использует такие возможности, использует случаи. Пришел, это как метательный аппарат, в него что угодно, положи, они будут туда метать. Положи туда ядро, полетит ядро. Положили коронавирус, полетел коронавирус. И пошла атака на то, что на Беларусь, что здесь, в отличие от России, совсем все плохо, и Россия должна в рамках Союзного государства прийти и помочь. Естественно, что я об этом говорил, что выросло новое поколение белорусов, которое ощущает себя гражданами своей страны. Это белорусы, вся в Беларуси и за рубежом, которые выходят сегодня, солидаризируясь с людьми из Мински, это абсолютно белорусский сценарий. И более того, это и есть часть и надежда на тот транзит. Поскольку, когда мы говорим о транзите, мы говорим о том, что элиты соглашаются, что дальше жить так нельзя. Что мы пришли к какому-то уже тупику и дальше либо нежелаемый для всех сценарий, который сопряжен с столкновениями, с кровопролитием и затем вмешательством кого-то. Так я хочу четко сказать, никто извне не принесет в Беларусь, изменения и благосостояние, ожидание, что мы тут будем сидеть и ничего не делать, и кто-то с запада или с востока за нас делает хорошо. Нет, придут с востока, не будет никакой страны, не будет никакого процветания. Запада не придут, потому что по-другому западный мир устроен, мы это понимаем и знаем. Транзит хорош тем, что он себе предусматривает освобождение средств массовой информации, проведение свободных выборов, так то есть период, который им предшествует, наполним диалогом и выработкой общеплатформно-переходный период. И постепенно мы переходим к системе, в которой люди уже способны принять ее как приемлемую. Так это новое поколение не может и не хочет жить в тех рамках, которые созданы режимом, который 26 лет здесь создавался. Поэтому российский сценарий, я их назвал по нашему мнению, те, которые мы сегодня видим, российский сценарий может развиваться только в ситуации отказа, дальнейшего отказа белорусской власти от необходимости транзита. То есть при падении рейтинга, как он сейчас происходит, при атаке на новое поколение, то есть на живой организм, на сам организм белорусского государства, он ни к чему хорошему не приведет. Ни один диктатор нигде в мире хорошо не закончил. Возможен вариант эволюционный. Почему Лукашенко на него не пошел? Как я сказал, вполне возможно, что было очень сильно ожидание и расчет на быстрое прохождение этого выбранного периода. Что получается еще новый срок, который Центрисбиркома рисует. И дальше что-то уже планируется со своих более сильных позиций. Поскольку дальше в таком состоянии общество находиться не сможет. И я не говорю, что транзит невозможен после выборов. Но ситуация так изменилась сейчас, что риски выросли. И возможности влиять на ситуацию в Беларуси при отказе власти признавать необходимость транзита и идти на это очень велики. В идеале это сегодня должно было выглядеть так. Освобождение всех политзаключенных, принесение извинений тем, кто пострадал. Начало диалога прямо сейчас. Может быть даже с отодвинутыми сроками выборов. Это в идеале. Этого не произойдет, понятно. Это идеальная картина. И при ней я хочу сказать, что лидеры общества они готовы к этому. Потому что все понимают, что такое война в Донбассе. Все понимают, что может быть, как может быть разрушен мир моментально. Никто этого в Беларуси не хочет. Но и жить в тех рамках, которые на сегодня есть, новое поколение не согласны и не готовы. Мы уже говорили о России. Есть еще один вопрос об этом. Какой сценарий для России самый выгодный? Это победа одного из альтернативных кандидатов? Или это то, что Лукашенко остается при власти? Или это просто какая-то тотальная дестабилизация всего? Я бы сказал так, что все-таки давайте отделять Путина от России. У нас есть четкое внимание... Конечно, я имею в виду российское правооборство и кремль. Да. Потому что можно очень просто ответить. Для России в том виде, в котором мы хотели бы, чтобы она была как демократическая свободная страна, лучшим вариантом является демократическая Беларусь и Украина рядом и тогда совсем другой мир. Если мы говорим о Кремле, сегодня, так как сегодня развиваются события, сегодня любые сценарии приемлемы для Кремля. Вот в той ситуации. Если мы... Если не начинает работать белорусский сценарий, то любые сценарии, где власть закручивает гайки и загоняет вот это новое поколение, которое еще не испытало всех тех страхов 90-х, начала 2000-х годов, когда разгонялись дубинками демонстрации, когда огромное количество людей было лишено работы, учебы, нужно было эмигрировать. Тысячи белорусов прошли через тюрьмы. Это огромные травмы целого поколения. Вот это новое поколение еще не травмировано. Если власть пойдет теми же методами, те же методы применят против него, то это заложит долгосрочные проблемы для белорусского общества, а для власти может закончиться очень печально и очень быстро. При этом ситуации ослабления ослабления Беларуси потрясениями Россия только выигрывает. Россия очень бы в этой ситуации хотела, чтобы Беларусь потеряла свои отношения с Западной, с Соединенными Штатами Америки в этой ситуации. И вот здесь, когда я говорю о провокаторах и о тех группах, в которые Россия уже инвестировала деньги, это радикально молодежные панславистские шовинистические группировки в Беларуси, их наращивали с целью, чтобы в один момент, во время, например, массовой какой-то акции была совершена провокация. Или чтобы в один момент эти люди могут... Они прошли лагеря, как в Беларуси, так и в России, куда приезжали из Донбасса боевики, куда приезжали лидеры или командиры бандформирования ЛДНР и проводили эти... Это десятки лагерей, которые в последние годы были привезены для этой белорусской молодежи. И для чего это все делалось? Так, именно для того, чтобы создать необходимый кулак, энное количество организованных молодчиков, которые способны на активные, слаженные действия провокативного характера с целью дестабилизации ситуации и дальнейшем включении уже российских политических инструментов. Вот это один из их сценариев. Поэтому в том контексте, в котором мы сегодня видим разворачивание, разворачивается ситуация в Беларуси, Россия очень комфортно себя чувствует, очень-очень спокойно. Поскольку если будет происходить увеличение протестных настроений, то либо это приведет к потере власти Лукашенко, и тогда Россия будет разговаривать с победившим. Или еще до того. Они будут разговаривать, и поскольку мы сегодня не видим... Ну, нету структуры этого протеста, так, это протест стихийный и так далее, то, конечно, здесь свои угрозы есть. И если Лукашенко брутально все это останавливает, уничтожает, опять же Россия выиграет, потому что ожидается, что Запад тогда примет определенные действия. И тут я хочу сказать, что, конечно, терпение на Западе, оно когда-то и ссякнет, поскольку политики на Западе зависят от своих рейтингов. И картинки, когда в прямом эфире задерживают журналистов или избивают молодых людей, они в один момент могут переполнить уже просто чашу терпения. Поэтому здесь огромный риск. Мы видим в том, что власть может довести до этого, не соглашаясь с тем, что пришло время садиться за стол, освобождать, в первую очередь, людей и начинать этот транзит. Спасибо большое, Влад, за очень интересный разговор. Наверное, как заключительный такой вопрос, что ждет Беларусь в августе и что ждет всех нас, которые интересуются вопросами о Беларуси в августе, до и после выборов. Ваше мнение? Как я говорю, после 9 августа жизнь есть. Уже на моей памяти интерес к политике и активное действие началось еще в 80-х годах, еще в Советском Союзе, фактически в подполье. И мы видели, я видел и крах империи, и крах демократии в Беларуси, поэтому я не думаю, что мы станем свидетелями апокалипсиса. При этом мы можем стать и свидетелями, и участниками достаточно турбулентных событий. Это очень драматическое время для Беларуси. Здесь я хочу сказать, что понимая тех людей, наших коллег и друзей в Беларуси, которые очень сильно переживают за свою страну, здесь надо еще раз хотел бы акцентировать внимание, что то поколение, которое сегодня включилось и в общественную жизнь, так это не политические организации, это урбанисты, это люди, которые занимаются решением экологических проблем, это культурная сфера, это люди, которые покупали и покупают белорусские вышиванки и другую продукцию у Симбольбай, которую сейчас закрыли. Это поколение, которое не понимает, за что такое идет атака, потому что они белорусы, и они себя ими осознают. Вот они не родились в Советском Союзе, они родились уже в независимой стране, да, при этой власти, но Беларусь достаточно открытая страна. Это страна, где интернет буквально в каждом утюге. Это страна, которая получает больше всего виз шенгенских на постсоветском пространстве. Эти люди знают, как устроен мир. И вот то, что я хочу увидеть в августе, это такое торжество справедливости и торжество белорусского общества, которое способно решить эту огромную проблему, огромную дилемму. Разрешить ее легко невозможно. Очень комфортно принять какую-то одну позицию и критиковать, не принимая на себя никакой ответственности. С той стороны тоже такое же молодое поколение. Оно пришло в органы власти, и это не те люди, которые были еще в 90-х, в начале 2000-х годов. Вот этот рубикон Беларусь должна преодолеть и прийти к внутреннему самопониманию, самоощущению себя как независимого европейского государства, которое движется в понятном и принимаемом для всех направлении. А не ситуация, которую для нас написали в Кремле с крикдауном, с разделением страны, с вхождением зеленых, белых, синих человечков, так, как угодно их можно назвать. Мы уже писали, говорили о том, что вдоль наших границ, не только украинских, но и белорусской, воссоздана военная инфраструктура России, развернутая против Могилева, Гомеля. То есть мы примерно представляем, что они готовят и в случае чего. И прикрывшись союзным государством, а ДКБ так вполне могут попытаться здесь реализовать свой сценарий. Вот недоведение до чужого сценария в Беларуси это тоже важная задача. И я хотел бы тоже сказать, что очень надеюсь, что Беларусь выйдет из этого ситуации еще более близкой к соседям. Оставаясь независимым европейским государством Украине. И мы продолжим наш путь к трансформации, к изменениям, к лучшей жизни наших граждан, наших народов. Спасибо вам большое, Влад. На такой оптимистической ноте мы закончим нашу встречу и, конечно, желаем беларусам, Беларуси всего самого лучшего и что мы сможем увидеть демократическую, процветающую Беларусь в ближайшем будущем. И дякую всім, кто нас слушал. Это наша перша подія из этой серии и будет еще про другие страны-соседки, про Россию, Польшу. Однозначно поговорим и про Украину. Дякую вам и до новых встреч.